Транспортные проблемы Махачкалы снова вышли на передний план. Особенно заметны они стали с началом учебного года, когда в город хлынули потоки студентов, а дети снова пошли в школу. Острый дефицит маршрутных такси ощущается практически во всех отдаленных районах столицы республики. Люди с окраин не могут вовремя попасть на работу и учебу. В этом убедилась и наша съемочная группа в пригородном поселке Семиндер. Слово Патимат Ханаповой. Маршруток нет, но выдержитесь и желательно за поручни, чтобы не упасть. Да и упасть здесь некуда. Машины набиты битком, как сельди в бочке, шутят уже люди про себя. Вместо положенных 18 человек водитель перевозит по 40, а то и по 50 пассажиров. Да и при таком раскладе ждать общественный транспорт приходится долго. Часами надо ждать. Тем более 61-й. Здесь мало, я не знаю, что. Ну невозможно. Здесь была настолько такая толпа, что люди давятся. Во-первых. Во-вторых, маршрутки ходят очень плохо. Это вообще катастрофически. Я сегодня с ребенком вышла в 7 часов утра. Я приехала в садик без 15.9. Я вот настолько времени, я не могла сесть в транспорт. Это невозможно здесь. Каждое утро на остановке Кули одна и та же картина. Чтобы уехать на работу или учебу, в автобус приходится залезать любой ценой. Такая экстремальная посадка здесь наблюдается с 7 утра. Ситуация усугубилась и с началом учебного года. Пассажиропоток увеличился, а количество маршруток на линии нет. Полчаса минимум уходит для того, чтобы поймать свою маршрутку. В первое сентября это усугубилось. А вообще это постоянная проблема. Если прям критичное положение, очень спешим на работу, опаздываем, приходится вызывать такси. И такси бывают от 400 рублей. Поэтому это очень выгодно вызывать такси с Эвендера. Да, ждать приходится, особенно по утрам. Они бывают набиты и проезжают, а люди стоят на остановках, ждут, нервничают. За опоздание на работе тоже не восхваливают. Вот такое, их бы еще побольше, если есть возможность. Я готова пойти к мэру, жаловаться. И хочу показать, может ли он проехать в этой жаре, где закрытые двери, дышать маршрутки нет. Сможет ли он проехать это расстояние. И на каком основании они подняли такую оплату. По официальным данным, в поселке Семендер проживают более 15 тысяч человек. Если возможность без пересадочного сообщения с тремя основными локациями города хоть и обеспечена, то в части комфортной перевозки пассажиров еще предстоит разобраться. Мы сознательно решили не записывать комментарии ответственных за решение этого вопроса чиновников. Будь то профильное управление администрации города или тот же региональный Минтранс. В этом случае не видим смысла в дежурных интервью. Ежели просто обозначить проблему, а вернее ее катастрофические масштабы. Надеемся, власти найдут способ облегчить жизнь пассажирам. Если это случится, то обязательно снимем об этом специальный сюжет. А пока говорить о хорошем не приходится. Ватимат Ханапова, Магомед Магомедов. Новости ННТ. Махачкала.